Я часто гуляю здесь, в этом парке, и вот хочу вам показать вот этот домик неизвестного архитектора. Вы знаете, что это такое? Да-да, точно, вы правы. Видите значки? Это туалет. Общественный туалет. Ничего другого. Так вот, что хочу я рассказать по этому поводу. Вы знаете, есть такая история, что вот показывают по каналу BBC One, по первому каналу телевидения английского, такая очень распространенная, очень популярная программа, называется Home Under The Hammer, дом из-под молотка. То есть там показывают, как занимаются англичане вот таким вот бизнесом. Они находят на аукционе какие-то старые заброшенные дома, может быть, даже и не очень заброшенные, кому как повезёт. Квартиры покупают после стариков, которые не имеют каких-то родственников, эти квартиры остались. Они обычно продаются вот так вот из молотка на аукционе квартирном. И вот показывают, как потом, купив квартиру там где-то за 40, за 50 тысяч фунтов, они её ремонтируют полностью своими силами, такие артельные бригады, и потом перепродают за 80, за 100, может быть, выше. Бывает, что покупают целый дом, скидываются, артельная бригада, старый какой-то викторианский дом совершенно без удобств. Они его полностью модернизируют, проводят отопление, проводят все удобства и продают за несколько миллионов. Там сразу уже идёт доход в миллионах. Поэтому очень прибыльный бизнес. Так вот, я что хочу сказать. Вот даже бывает, показывают в этих передачах, как, например, в Лондоне или ещё в каком-то огромном городе. Ну вот, я не знаю, Манчестер, может быть, Ливерпуль. Бывает, что заброшенный, стоит почти в центре где-то, вот такой вот городской туалет, который уже не пользуется, не используется, он давно закрыт. И что делают? Государство его просто выставляет на торги, вот на такие вот аукционы. Его покупают с удовольствием люди. Он будет стоить где-то 20-30 тысяч, я не знаю, ну, в зависимости от территории, на которой он стоит. И покупают люди этот туалет, и они его переделывают под домик, под какое-то маленькое бангало. Ну, в общем, что там им подскажет их фантазия. Переделывают полностью и также продают. Там ещё, получается, небольшая какая-то, участок небольшой земли. И это почти в самом центре. И стоить это будет гораздо дешевле, чем если покупать нормальную какую-то квартиру. Поэтому все остаются довольны. Я вот увидела этот дом, я вспомнила эту историю. Я не знаю, как вы отнесётесь к такому, но такое встречается и не редкость. Вы знаете, тоже, наверное, слышали, я рассказывала вам и даже показывала, как старые церкви, которых здесь очень много в Англии, как они тоже переделываются под жилые дома. Мне кто-то, помню, даже не поверил, но это на самом деле так. И, по-моему, даже на нашем острове я вам показывала несколько таких церквей, переделанные под дом жилой. И вот вы знаете, чем дольше я живу в этой стране, тем больше у меня складывается впечатление о том, что англичане, по большому счёту, люди очень неприхотливые в быту. Они довольствуются малым, одеваются абы как. Вы их тоже замечали, наверное, удивлялись тоже так же, как я сейчас уже этому не удивляюсь. Женщины ходят простоволосые, женщины ходят некрашеные, с седыми волосами, никогда нет хорошей стрижки или прически. Ну, вот так они привыкли, им так комфортно. Тут, кстати, справедливости ради необходимо отметить также то, что у англичанок очень хорошие волосы. Вот это просто поразительно. Вы знаете, волосы густые, пышные, огромные, шевелюры до самой старости. Вот сколько раз видела, идёт женщина уже лет за 70, и у неё длинные волосы где-то, вы знаете, по пояс. И такие, знаете, толстые, пышные, красивые даже, хотя они и седые чаще всего. Вот бывает, вижу, идут женщины 50-60 лет, и они заплетают косы, и косы просто с руку толщиной. Очень хорошие волосы, знаете, это моя мечта иметь такие волосы пышные и густые. Ну, а потом вы же, наверное, ещё знаете, что англичане очень морозоустойчивые. Они ходят просто в каких-то футболочках с коротким рукавом, в сланцах на босу ногу даже в декабре. Поразительная история. Ну, вот кто-то, я помню, тоже мне говорил, что не стоит удивляться, потому что они уже так привыкли с детства. Они ходят раздетые. Что ещё я часто замечала, и что меня удивляет у англичан? Вот сейчас машина выезжает. Я хотела только что вам показать. Вот приезжают вот такие вот молодые вполне себе. Ладно бы пенсионеры, а то вполне себе молодые люди. Вот, посмотрите, в машинах они сидят. Вот они. Видно вам, да? И вот они сюда приезжают на берег прекрасного океана и сидят в машинах часами. Вот опять ещё, посмотрите. Не только здесь, а очень-очень часто такое можно встретить. Приезжают на красивый берег океана, на какое-то чудесное побережье. Нет бы выйти, понимаете, если вы приехали отдохнуть, подышать свежим воздухом. Ну, выходите, гуляйте. Нет. Они вот сидят. Замечала очень часто. Я не знаю, может быть, в России тоже так. Но здесь меня это удивляет. Я это заметила только среди англичан. Они даже приезжают на какую-то смотровую площадку, очень красивую. Нет, чтобы выйти. Ну, просто хотя бы по этой площадке погулять вокруг. Они, нет, они приехали. Они из машины не вышли. Они в этой машине отключают двигатель и сидят. Час, полчаса, сколько у них хватает времени и желания. Сидят там. Ну, вот, видела даже, однажды сидел мужчина на пляже, в этой машине, опять же, закрытая со всех сторон. Он так запрокинул голову, знаете, облокотился и спал даже. Полный релакс называется. Но у меня опять возникает вопрос. Почему он не выходит из машины? Мужчина молодой. Да. Вот такое, друзья. Бывает необъяснимое явление здесь очень-очень часто. Ну, и потом, опять же, вот эти вот прогулки с собаками. Вот собака навалила кучу. Вот, посмотрите, у них уже есть два пакетика в руках. Сейчас они будут эту кучку в пакетик собирать. Специально с тобой пакетики, даже не один. Соберут аккуратненько. И всё аккуратненько выбросят. В этом плане англичане очень-очень. Культурные. И они просто молодцы. Потому что я помню, когда я была в Ницце во Франции на Лазурном берегу, меня поразила обилие какашек кругом. Я даже на нее какашки поскользнулась и упала. Ой, отвлеклась опять, друзья. Идут столько много мне людей навстречу. Ну, немного, но достаточно, скажу я вам. Интересно то, что они все настолько разные. И вот сейчас проходил мужчина и нес огромную деревяшку на плече. Деревяшку нашел на пляже. Я люблю такие вещи для поделок. Вырезаю, бывает, что-то из дерева. Я, конечно же, спросила. Вы знаете, чаще всего бывает так, что мне неудобно разговаривать со включенной камерой. Я никак не могу приспособиться. Но потому что, вы видели, у меня камера довольно большая. Она еще и укреплена на стабилизатор. Большая ручка длинная. То есть, если я начну разговаривать и тыкать свой этот стабилизатор человеку в лицо, конечно же, это будет непонятно, неприятно. И никакого разговора не получится. Поэтому я вам уже рассказываю в прошедшие леты то, как я общаюсь. Общаюсь постоянно с англичанами. Ну вот, в прошедшие лет вам рассказываю. Посмотрите, какой двинц. Двинц тут супер. Супер. Да. О, это очень красиво. Это девочка или девочка? Девочка. Серьезно? Да. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Очень красиво. Какой год? Три месяца. О, красиво. Спасибо большое. Это потрясающе. Я люблю. Да, они кучают, когда они спят. Да. Но не только когда спят. И иногда очень хорошо. О, хорошо. Счастливая, счастливая семья. Ну вот. Слышали, да? Удивляет еще то, что... Ну вот я побоялась, опять же вам говорю, сунуться туда, в эти колясочки, показать вам этих малышей. Слышали, что они сказали. Малышам три месяца от роду. Мальчик и девочка. Это называется не близнецы, а двойняшки. Знаете, да? Вот понимаете, как интересно. Я не знаю. Может быть, я уже отстала от жизни. Но вот насколько я знаю, у нас в России вот не принято вот так. У нас люди, в общем-то, как-то относятся с опаской. Я поэтому тоже, видите, я же родом-то из СССР. Я тоже с опаской. Я тоже боюсь. Если я сунусь с камерой, показать их детей, может быть, они это неправильно воспримут. А может быть, они наоборот будут рады. Вот я уже и не знаю. Хожу по этой улице такой, маленькой, практически закрытой. И опять показываю вам эти камни. Посмотрите. Вот это же просто ужас. Но это можно встретить сплошь и рядом. Вот такие камни специально приносят, привозят, укладывают. Те, кто живут здесь. Здесь, почему? Я не могу даже объяснить из вредности или почему. Ну вот зачем лежат эти камни? Нет бордюра. Ладно бы был бордюр. Ну вот, значит, получается, что отсутствие бордюра, и они эти свои газоны пытаются обезопасить от машин. И вдруг, не дай бог, случайно какая-то машина не вписалась тут. То это все. Прощай, бампер. В лучшем случае бампер. Я тогда разбилась. Посмотрите видео, кто не видел. Разбилась на таком камне. Просто страшным образом. И я даже вижу часто, что эти камни свернуты. Знаете, так разворочено здесь все. То есть кто-то налетал. Не только я на эти камни. Часто такое бывает. После своего вот этого вот менталитета Советского Союза, когда мы все озабочены страшно, непонятно чем, когда мы не замечаем ничего вокруг, с угрюмыми лицами, мы ходим по улицам. Никогда ни одной улыбки. Я, может быть, друзья, сейчас кому-то не понравится то, что я говорю, но я говорю то, что я, например, видела и то, что я знаю. Та страна, в которой я жила, она была такая. В Москве, когда я работала, я ездила в метро, конечно же, и я видела там унылые лица, озабоченные полностью в себе, ни о чем другом. В лучшем случае с наушниками молодежь в ушах. В лучшем случае, значит, слушают какую-то музыку. Либо раньше еще, когда не было мобильников, то читали книги. Ну, и это, наверное, самый еще и лучший вариант. Так вот, я помню, первый раз, когда я поехала из Москвы во Францию, я захожу после этого аэропорта. Вот эти вот все. Вся эта суета невозможная. Все эти посадки, проверка талонов, проход через таможню. В общем, я вообще представляю, какой у меня был, конечно, вид. И вот я попадаю уже в самолет. Я иду по талону самолета. Вот такая вот озадаченная. Я иду по проходу, ищу свое место, тащу сзади этот маленький чемоданчик в ручной кладе. И вдруг я встречаюсь с глазами с женщиной. Женщина в возрасте, даже старше меня, уже, как вы понимаете, этот самолет Москва-Ницца. И там уже, конечно же, сплошь французы. И вот я вдруг встречаюсь с глазами с этой женщиной. И я поражена была тем, что она вдруг мне лучезарно улыбается. Просто расплывается в улыбке. Вы знаете, я не забуду никогда мое замешательство, во-первых. Потому что я к такому не привыкла. В лучшем случае, если у нас люди встречаются глазами, они просто отводят взгляд и все, идут дальше. А здесь она мне лучезарно улыбается. Я так опешила. Я, знаете, тоже какую-то сделала такую гримасу, типа улыбки. Хотя я даже уже, наверное, улыбаться отучилась. И вот я сейчас все до сих пор помню этот момент. Он у меня остался в памяти. Насколько все-таки разные. Восприятие жизни, восприятие себя, восприятие окружающего мира. Женщина мне просто лучезарно улыбнулась. А я потом, я ей тоже попыталась улыбнуться в ответ, как я говорю, с какой-то гримасу скорчила. Потом я прошла, села на место. И я все думаю, а что это она мне улыбается? А что такое? А что случилось? У меня начались какие-то мысли. А просто, понимаете, они все вот такие. Мне сестенка тут говорит, а ты вот гуляешь, пошуржи листиками. Пошуржи осенними листиками, это так приятно. На самом деле, у нас листиков-то таких мало. Все зелено стоит. Но я нашла для вас. Пошуржай. Оказывается, сейчас жизнь наша настолько полна стрессов, что нужно как-то людям расслабляться. и вот эти звуки они дают немножко релаксацию для нагруженных нервов. не знаю, это , не знаю, это